Если мы не уберегли это де-факто, если нас почему-то как-то вот это в ум не помещается, как это могло произойти, что советской власти нет, а есть буржуазная власть. Вот так он и грехов сказал. Досводили только дени, им рабочие дождение, им разнюх вода на убрать. Выгоняли их за границу. Эти замки захватили власть. Им есть нечего, дорогие картины. И здоровьем и чемпиане. Собираются поставить памятник разрушению 20-летию падения нашей экономики, вымирания, 20-летию преступлений. Поэтому нет вандализма и нет фашизма. Нет уничтожения памятника истории. Монумент установлено в честь провозглашения советской власти в Украине. Это мероприятие проводится по инициативе областного коммуникационного партии. Его поддерживают политические партии и общественные организации «Левое направление». Мы выступаем решительно против намерений власти, именно городской и областной. Монумент, который вот здесь стоит, установленный в историческом месте. Вознаменование провозглашения первого независимого народного государства украинского 25 декабря 1917 года. На первом съезде рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. То есть это наша история, это наша память. Власть решила эту память, эту историю уничтожить, заявив, что они этот монумент распилят, принесут в другое место, в район ХТЗ. Согласно заявлению бывшего архитектора, которого сегодня, к сожалению, нет, его разобрать невозможно. То есть его уничтожить. Поэтому мы заявляем, готовится преступление, которое имеет санкцию, согласно уголовного кодекса, сатя 298. Мы собрались для того, чтобы воспрепятствовать совершению такого преступления. Скажите, какие организации здесь представлены? Ну, кроме названных, я вижу, значит, трудовая Харьковщина, являюсь председателем этой организации. Всеукраинский союз рабочих, Международный союз советских офицеров, Всеукраинский союз советских офицеров, прогрессивная социалистическая партия Украины. Ну и вижу тут представителей от российской организации, одной, русской блоку. Вот, в принципе, наверное, все. А приблизительно сколько людей сегодня пришло? Ну, приблизительно, я думаю, может быть человек 451. Один. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это чья работа? Рай! 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 Мелик! Пикрай! Пикрай! Черный гребет такой! И тут грешный рай! И термократный рай! Если можно сказать, специалисты от архитектуры предложили провести реконструкцию площади Конституции к Евро-2012, которая и подрусовывала бы перемещение памятника на периферию города Харькова. Но все мы прекрасно понимаем, что убрать этот памятник невозможно. Принятое решение о его перемещении фактически будет являться его уничтожением. Я получила документы из облгосадминистрации по своему запросу. Вот это называется документ, он называется «ЗВИД про науково-техничную работу». Значит, и вот в этом «ЗВИД» имеется вот такое вот содержание. Значит, написано короткий опис конструктивного решения. И написано, что подземная часть монументу, залезобетонный фундамент размерами 12,8 на 14,2 глибиною 5,6. Монолитный фундамент складается с нижней и верхней плит, объединенных перехрестными балками, толщиной метр. Сбоку грунта, простир у фундамента горгается стенами из бетонных блоков. А потом написано, что в центральной зоне монументу установлена столевая труба диаметром 1200 мм, то есть это метр 20 диаметром. Нижний кинец, який прикреплен до монолитного залезобетонного фундаменту. Все гранитные блоки в каждом ярусе приединены до трубы пероном из арматурной стали. А промышки между гранитными блоками этой трубой заполнены монолитным бетоном. То как вот эти два монолита можно разобрать? Как? Когда они соединены монолитным бетоном залитным. Сбоку грунта, креста, 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 креста. Круженики Харькова не должны остаться равнодушными, когда на наших глазах совершается гнусное преступление. Уважаемые харьковщане и те, которые проводят протесты, я как юрист городского совета ветеранов и житель Харькова с 1954 года был участником в открытии, это в 1975 году было. Этот памятник, монумент в честь установления советской власти на Украине и предложения Украины как государства в СССР, он поставлен по решению Верховной Рады, президиума Верховной Рады, правительства, ну и ЦК КПСКПУ, конечно, тогда было. Поэтому с формальной стороны, с чисто юридической стороны, местные власти, они превышают свои полномочия, конституционные. Значит, решение о сносе должна принять Верховная Рада, кабинет министров и, наконец, должен быть, если этого нет, хотя бы указ президента, поскольку это памятник олицетворяется Украину. Это не памятник города Харькова, это памятник установления и провозглашения Украины как Советско-Социалистической Республики. Именно в Харькове. Поэтому он и стоит. Открывали его представители из Киева, мы присутствовали. И самое позорное, что люди, так сказать, коммуняки, мутанты, которые были на открытии, я имею в виду заумера города, я фамилию ее точно не помню, они все участвовали, я их всех в лицо знаю, они были при открытии, кричали и хлопали, кричали и хлопали, а теперь они же его сносят. Но как это можно? Это не только чисто юридическое, но и с моральной стороны преступное. И действительно, этот памятник это символ того, чего добились наши прадеды и отцы. Продолжение следует...